Уже 200 лет в России гражданское общество не доверяет власти, говорил Иосиф Дискин, член общественной палаты Российской Федерации. Недоверие – хороший фундамент для коррупции. Смогут ли общественные деятели изменить ситуацию, которая складывалась сотни лет? Федеральная общественная палата звучит на разных уровнях и активно влияет на процессы в стране. Коллеги из регионов работают по-разному. Задача отслеживать процессы, те проблемы, которые происходят в обществе и вовремя реагировать. Таких примеров уже много. Они связаны с Химсинским лесом. И вот речей я уже привалил пример. Должна ли общественная палата и, может быть, как часто противодействовать власти? Нет. Однозначно, моя личная позиция, что нет. Противодействие никогда не приводит к результатам положительным. Согласно законодательству, общественные палаты могут проводить экспертизу и мониторинг законодательных актов, которые выходят в регионе. Другое дело, что механизма, позволяющего проследить за тем, не остались ли результаты экспертизы пустым звуком, нет. Еще одна проблема, о которой говорили в школе гражданина, стала недостаточной активности берегов. В Алтайском крае, кажется, совсем другая ситуация. Мы осуществляем два проекта, которые не имеют аналогов в России. И принципиально их позиция в том, что они выстроены на взаимодействие власти и общественности. Вообще, в нормативных наших документах была изначально записана консолидация усилий власти и общественности. Один из них – это газета «Природа Алтая», которую мы сейчас пытаемся превратить в природу Сибири, и это будет сделано. И общественное движение, начиная с дома своего, суть его, вернее, такой флаговый проект данного движения – это пройдение детских общественных экологических экспедиций. Что это такое? Это очень просто. Я беру 50 детей из всего Алтайского края и провожу их за 17 дней, например, по маршруту в 5000 километров, ну, например, Китай, Монголию, Казахстан, Алтайский край или Западную Сибирь. Забайкальской общественной палате всего год. В нее входят общественные деятели, ученые, политики, известные люди. Председатель Забайкальской общественной палаты Виталий Вишняков. Их коллеги из Томска могут похвастаться тем, что их общественная палата образовалась первой в России. 14 лет назад депутаты решили посоветоваться с общественностью, с советом мудрецов, лидерами, которые являются представителями общественных организаций, харизматические такие деятели, с такими яркими личностями. В первую очередь депутаты хотели посоветоваться по вопросам, которые являются, так скажем, общественно неприятные, непопулярные решения, которые необходимо принять депутатам. Общественность была собрана при законодательном органе Томской области. Название было Совет общественных инициатив. Этот орган сохраняется до сих пор. И общественность в рамках своей дискуссии принимала оптимальные решения для того, чтобы общество могло рационально дальше развиваться. Общественная палата должна ежегодно представлять региону свое гражданское послание, говорили на встрече по аналогии с главой региона и главой парламентариев. Ирина Трофимова, Сергей Миртов, Время новостей. И общество, как точнее...